Всем привет! Сегодня поговорим немного о осенней клубнике. Смотрите, у меня ремонтантный сорт. Это сорт искушения. Мы ее уже не собираем, уже за целый год наелись. И уже слезняки ее едят. Ну, это все из-за того, что она лежит на земле. Влага, дожди, все. Смотрите, какая она крупная, хорошая. И слезняки начинают поедать. Вообще, в этом году слезняки все едят. И клубнику даже помидоры едят. Не все едят. Напали в этом году на все. Сорт этот клубники искушения очень хороший. Если оставлять усы, на усах она тоже дает цветочки. И урожай такой же, как на маточном растении. И осенью, ну, желательно подкормить эту клубнику. Вот эти цветоносы, можно, ну, на осень я их срезаю. Оставляю одни листочки. Вот, видите, в таком состоянии, как здесь я уже обработала. Одни листочки. И удобряю ее немного. Удобряю, сейчас покажу, чем я удобряю. Вот я сделала препарат с гумат, калия. И вот так, под рушлячком. Здесь, наверное, литр. Может, пол-литра. Нет, литр. Китайские буквы, все непонятно, но не важно. По чуть-чуть вот так наливаю и удобряю в своей клубнику. Удобрение я купила концентрат. Гумат, калия и микроэлементы. Здесь идет всего литр, но его хватает очень намного. Четыре колпачка на 10 литров воды. И можно удобрять абсолютно все растения. И вот я решила удобрить свою клубнику осенью, перед зимней спячкой. Можно и раньше удобрять, чтобы урожайность была лучше. Вот видите, это натуральный препарат. Это не химия какая-то. В общем, приступим. Идем к клубничке. Кусочек у меня маленький я оставила, так как усики обрезала. И излишки продала. Хороший сорт клубники. Она вот замечательная. Цветочки лезут со всех щелей. Ее можно еще пересадить в горшочек. Вот видите, она еще цветет и цветет. И она на Новый год вам даст хороший урожай. Если у вас есть где держать. У меня просто в комнате нет. В теплице, если так вообще замечательно. Она круглогодично дает урожай. Это ремонтантный сорт клубники. Она не два урожая дает за год, а то и четыре даже дает. Круглогодично. Отцвела, выбрасывает новые цветоносы. И начинает плодоносить обратно. Сорт замечательный. Сладкий, крупный. Вот этот кустик я показывала. Теперь этот. Видите, какой крупненький. Ее можно сажать как ампельное растение. То есть на возвышенность куда-то садить. Она спускает свои усики и начинает цвести и давать ягоды. Ягоды такого же размера на молодых розеточках, как и на материнских. Смотрите, какая красивая ягодка. Вкус у нее хороший. Без кислинки, с ароматом даже. Ну, приятный, нежный вкус. И для того, чтобы она раньше дала урожай, она не вымерзает. Хороший сорт клубники. И чтобы она дала раньше урожай, я поставила такие дуги. И на дуги агроволокно натягиваю. И она весной раньше дает урожай. А здесь у меня сорт клубники. Вот два кустика я посадила. Ну, то есть я от него избавилась, но оставила два кустика. Это королева Елизавета 2. Она мне не нравится тем, что она вытягивает свою шейку. И зимой она подмерзает. Если вот это не подсыпать, она подмерзает. А каждый год пересаживать, она потом болеет просто. Видите, этот кустик тоже вытянулся. И тоже не такой. А моя это не вытягивается, королева. Искушение. Это искушение у меня, пудничка. Ее еще ампельную называют. Эту клубнику можно размножать розетками. А также можно и семенами размножать. Но семенами немного сложнее. Не всегда получается. То не полила, то перелила. В общем, с ней надо поиграться. С семенами немного сложнее. Я стараюсь сажать свои сорта клубники отдельно друг от друга. Вот это у меня все идет рядочками искушения. Три рядочка посадила. Сейчас я их удобрила. Я показала вам, как гуматом кали. И накрывать пока не буду, так как листопад. Вот персики падают на них. Листики пускай будут все. А затем я накрою агроволокном. И по краям досточками приложу, чтобы не улетело. Или камушками. Вот как здесь я сделала в конце. Я его скрутила. Видите, потом разверну. И накрою досточкой в конце. И будет такая, как мини-тепличка. Вот так я ухаживаю за своей клубникой. Ничего сложного. Урожай замечательный. Все лето красивая грядка получается. И вкусная, ароматная. С этой грядки переходим на другую грядку. И расскажу вам, какой у меня здесь сорт. Это у меня сорт Тоскана. Это клубника с розовыми цветочками. Она больше идет, как горшочная клубника. Она ампельная. Свисает, дает очень много цветов. Ягоды тоже. Вкус нормальный. Можно кушать на них меньше. По размеру. Но очень красиво цветет. С красными цветочками. Она больше для ампельного, для горшочного вида. Это клубника. Вкусовые качества у нее хорошие. Но она мельче намного. А то я с семян посадила три кустика. Видите, как они плохо растут. Вот этот кустик хорошо пошел расти с семян. Этот вот никак не возьмется в силу. И третий. Из всей пачечки у меня три кустика. Это тоже новый экспериментальный сорт. Вот треска. Ну, интересно, какая она будет. Люблю эксперименты. У меня участочек небольшой. Но я стараюсь уделить каждое растение, чтобы у меня где-то новый сорт рос. А с этой стороны у меня клубника тоже Сашенька. Она тоже ремонтантная. Но она немного совсем другая. Она забилась. Маленькие, короткие цветоносики. Она дает урожай. Все нормально. Клубничка крупная. Но цветоносы у нее короткие. И ложатся на землю. У искушения длинные. На длинном черешочке. А здесь коротенькие. Но клубничка тоже замечательно хорошая. Сейчас доцветают уже астрочки. Начнут цвести хризантемы. Ну, у нас еще не холодно. Еще цветут цветы. У нас 17 градусов. 24 октября сегодня. Тепло еще, можно сказать. Малина еще продолжает давать урожай. Еще даже местами цветет. Набирает. Не думает еще идти в спячку. Малина у меня тоже хорошего сорта. Это без подвязки. Она растет. Это ремонтантная малина. Вот. Штамб. Штамб. Штамбленная. Штамбовая малина. Подвязывать ее не нужно. Старые веточки обрезаешь. Отплодоносившие молодые земли. Пускает новые. И малины получается много. Если нужно рассказать про уход за малиной. Какой у меня сорт. Пишите в комментариях. Все расскажу, покажу. Даже могу поделиться кустиками. Так как она разрастается. Ее нужно вокруг омолаживать. Чтобы меньше было. Порослы молодые. И размножать ее можно. А сегодня я вам рассказала немного об этой вкусной, ароматной, замечательной ягоде. Такой как клубника. Сорт. Искушение. Посмотрите сколько она цветоноса. Она дает 20 цветоносов на одной резетке. Сейчас уже осень. И то вот на ней 5, 6. А то я пообрезала. 6 цветоносов пока. Я пообрезала. Так как уходит в спячку. У нас уже солнца меньше. Не такой вкус уже получается. Немножко другой. Летом она намного сладче. Ну красота вот так. Когда висит вот так гроночки на ней. Еще я думаю. Все таки вернуться к способу посадки. Чтобы она не на земле росла. А на черном волокне я сажала. Черная ткань у нас продается в магазине. Я делала дырочки. И сажала в эти дырочки клубнику свою. И во-первых бурьян не растет. Во-вторых влага попадает и задерживается. И ягоды не пачкаются ничего. Замечательно. Вернусь к тому способу. Весной посажу. Расскажу вам. Уже перезимует она так. А затем будем делать посадочку на черное волокно. Не на клеенку на волокно. Оно не агроволокно. Как-то по-другому называется. Забыла. В том вспомню скажу. На сегодня все. Спасибо за внимание. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok